Меня зовут Ирина, я с России, с Тульской области, город Ефремов, маленький город. Господи, с 2003 года в церкви покаялась пятидесятников. Я хочу сказать, что на момент, когда я приехала на энкаунтер, вся моя жизнь представляла из себя, знаете, как ослик Винни-Пухи стоит, смотрит в озеро и говорит, жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. То есть вот в моей жизни было так. Причем я хочу сказать, я не знаю почему, но мне Бог сказал это высвободить. Внешне моя жизнь не представляла, ну, если смотреть со стороны, ничего страшного у меня не было. Я девочка из благополучной, полноценной семьи, многодетной, культурная, интеллигентная, одаренная. Я потом удачно вышла замуж, то есть муж не пьет, не курит, не гуляет, это уже все супер. И очень часто меня и обречали, и терзали такой момент, а что тебе еще надо, у тебя же все есть. А вот дух не хватает, дух стонет и плохо. И внешне все отлично, работа есть, семья есть, все прекрасно, дети не болеют, сама не болею. Но внутри вот эта самая потребность, вот в том самом главном, в самом важном ее не было. Я служила, я служила днями и ночами людям. То есть как только я покаялась, я тут же получила крещение Духом Святым, через месяц я вступила за это с Богом. Я тут же встала на служение прославления. Потом я вела детское служение, я вела молодежное служение. Какое только не вела, где я только не была. Я вообще человек по натуре очень активный. И меня, значит, так вот хватали. И я думала, что я буду наполняться, наполняться, наполняться. Я же так много служу людям, в служении, в команде освобождения служила. А у меня все хуже и хуже, хуже и хуже. И думаю, Господи, ну где, где, где вот то настоящее, что вот мне нужно. И так получилось, что дьявол поседнул на самое святое, на мои личные отношения с Богом. Когда я начинала входить в духовный мир, когда я начинала провозглашать или что-то делать, со мной творились страшные вещи. Я просто сейчас это освобождаю, может быть, для тех людей, кто это переживает. Меня и кидало, меня и колбасило. В моей руке мог даже оказаться нож. То есть вот я настолько была напугана. И искренне сначала я думала, что это Бог так действует. И на самом деле это было не так. Это была ложь. И я просто сейчас хочу сказать самое главное, что я здесь получила. Вот этот канал, с которым дух человека соединяется с духом Бога, он был забит. Он был забит. И там вот как Виталик говорил, я тебе дал воду, кого ты будешь прославлять. То есть как бы, и я сразу не догнала, ты помнишь, да? Вот. То есть как бы дьявол подсовывал мне эту подделку и в сторону. Я думала, что Бог такой. Я читаю в книжке. Да, Бог проявляет. Я же мечтала там, как, войти ко мне в дверь, я хочу тебя увидеть. Бог говорит, открой глаза, я в своей церкви. И я смотрю, это вот, вот это ты Бог? Нет, я не хочу такого Бога. Я такая разочарована. Я же читаю, Бог есть любовь. Бог, где, где, где? Почему везде насилие, почему везде вот эта диктатура и так далее? Вот по стойке смирно и пошел. И не спрашивай, что ты думаешь. Вот. А я вообще, Бог мне дал очень сильное такое пророчество. В 2004 году я ездила на конференцию в Орле. И очень сильно помазанный служитель, он не кричал, он не орал, он возложил руки. И он сказал, я вижу тебя на сцене. Ты стоишь, и бесы выходят из людей. То есть ты приказываешь. И вот просто вот такое огромное помазание будет на тебе, я вижу. И я приняла это в свой дух. Я начала двигаться. Потом мне было пророчество, что ты будешь исцелять людей. И мне сказали, иди и возлагай. Знаете, как пророки говорят, иди и возлагай. Я искренне, как ребенок, иду возлагаю, ничего не получается. Я, Господи, в чем дело, ты же обещал. И мне приходит откровение о душевном исцелении. То есть у меня есть дар душевного исцеления. Я люблю людей вдохновлять. Я люблю их обнимать, поддерживать, двигать. Давай, давай, у тебя все получится. То есть у меня... И когда люди со мной разговаривают, они говорят, слушай, с тобой так хорошо, с тобой так легко. Вот. Я получаю вот этот ответ, что да, это мое. И... А дальше мне видно, нет канала связи с Богом. Есть со всеми угодно связь, но только не с Богом. И вот начинаешь входить в личные отношения. Дьявол просто разрушил. Последние два года, когда я вышла из традиционной церкви, в которой я родилась, вот я осталась один на один с Богом. И у меня просто были не отношения с Богом, а сплошные депрессии. То есть это вот дух разочарования, дух горечи. И уже, знаете, даже вот отрекалась от этой фразы, и теперь не буду ее произносить, я произношу жизнь. Но было противоположное. Вот. И поэтому, когда я сюда приехала, знаете, у меня был такой страх. Неужели я опять попаду в этот драмтеатр? Приветствую вас. Будьте благословенны. И когда... Я делаю то, что сама даже это делала, потому что я искренне считала, что так надо. И когда я приехала, сестры меня встречали там. Вы зря мне микрофон дать, теперь нет. И я начинаю приглядываться. Как они разговаривают? О чем они разговаривают? Я слушаю Андрея, слава Богу. Я тоже слушаю Андрея, слава Богу. Вот. Меня подняла проповедь Андрея. Возможно, это тоже кому-то нужно. Восставший из праха. Мне просто подруга кинула на почту. Первый раз, когда я услышала, я не приняла. Когда подруга кинула, я поняла, что это пища. Это тот дух, который я искала. И когда я сюда приехала, я просто за атмосферу здесь хочу сказать. Это атмосфера свободы духа. Простите, но мне не хватало поклонения и прославления. Я не хотела останавливаться. Человек, служащий, 9 лет в поклонении. Я была вот так зажата, мне так хотелось рвануть. А мне тише, 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 тише. Микрофончик тише. Синтезаторчик тише. Все, я такая стою. Не дай Бог, что я не так сделаю. А здесь вот это высвободилось. Вообще очень сильно высвободился крик, святой крик вот туда, к Богу. И когда папа пришел с такой огромной метелкой в мою жизнь, начал тут все это подметать, вот это вот все выметать. И когда он мне сказал, подними голос, кричи, и пробился вот этот канал. И я сейчас чувствую, и вот, кстати, когда Виталик молился, пусть разрушится то, что вот между небом и землей, то, что мешает. И я увидела огромного ангела, отца, ангела с охромным молотом. И он вот эту вот кирпичную стену, бам, 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 на каждое его слово вот просто пробивает. И я знаю, что сейчас у меня дома, у меня в моей семье, в моей, где я росла, в моей семье, где сейчас у меня детки, у меня атмосфера негатива постоянно была. Я в ней выросла. И сейчас я знаю, что я привезу туда атмосферу неба, и я буду провозглашать атмосферу радости, любви, мира и всего-всего-всего. Поэтому самое главное, то, зачем я ехала, вы знаете, очень часто я отвлекалась, там, перышки, камушки, а есть ли там, а есть ли там, потому что я искала даятеля, не даятеля, а дары, даяния, не даятеля. И вот я еду, я говорю, слушай, папа, мне все равно, что там есть, перья, там, я не знаю, там, летающие люди по залу, там, или еще что-то. Я хочу, чтобы у меня наладилась связь с тобой. Это главное, зачем я сюда приехала. Я просто искренне чувствую, я верю, и у меня было такое видение, что Бог вложил мне меч. Я вообще, кстати, молитвенный воин. И вот здесь, когда из меня пошел вот этот вот крик, я вдруг, я-то маленькая, такая хрупкая, а оказывается, у меня селище такое, что просто там, я не знаю, сильное на разрушение, оружие наше не плотские, но сильное на разрушение тверды. И я чувствую, что сейчас я займу то положение, которое мне по праву. И еще я хочу сказать очень важный момент. В традиционных церквях я молилась, дай мне основание. То есть, вы знаете, у меня было очень много знаний. Очень-очень много знаний у меня было. Я, знаете, как штангист, у которого набить зало штангами, а я не знаю, как ими пользоваться. То есть, вот как-то, я не знаю, как подойти, с какой стороны. Я понимала, что у меня багаж огромный, а сил нет. И вот я говорю, дай мне основание, дай мне подняться. Я знаю, что я сейчас приеду, и война эта будет продолжаться. Но сейчас я встала на это правильное основание. Мне Бог показал, что с чего и нужно начинать работать с людьми. Это вернуть их на позицию детей. У меня не было этого. У меня ты кто угодно, ну там, да, дитю Божий, но это, знаете, так мимо и пролетело. Между прочим. Да, так, между делом. Да, так ты служитель, раб Божий, прах, пепел, все, вот тут уничижайся и все, валяйся. Вот, а нужно встать, нужно вот эту позицию принять, и действительно ничто не отлучит нас и стоять на этом. Слава Господу. Я хочу еще сказать, что когда молились о восстановлении позиции, при том, что у меня был папа, то есть не алкоголик, ничего, не бил, ничего. Но, знаете, вот отношение отца и дочери, это очень близко, это любовь, это принятие. Вот, а у меня все сводилось, папа искренне, я очень его люблю, он искренне считал, что вот мне нужно напугать заранее, вот, что жизнь, вот, все плохо. Вот, и тем самым он меня к жизни подготовит. Вот, и когда молились за восстановление позиции, да, и что вот Бог есть Отец, и когда молились за меня, я даже не помню, кто за меня молился, и я увидела себя в духе, как я скачу дома, будучи вот такой большой тетей, на своей кровати, я говорю, у меня есть папка, а у меня есть папка. Я вот так вот прыгаю, 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 такая вот радость, вот это вот, это вот очень сильный вот такой момент. И когда молились вот за нас за исцелением, да, возлагали руки, и мы тут падали, вот это вот, у нас мазали еленем, я такая лежу, и я чувствую, как у меня на лоб капли капают прям, раз, два, три, такая, глаза открываю, кто-то на меня чем капает. Вот, оказалось, это было помазание от Иисуса, вот, ровно три капельки вот так вот упало, и я такая, у меня прям такая легкость вот здесь вот прям так хорошо, прям так, знаете, как будто по голове гладят вот так вот, да, то есть я реально ощущала три капли, прям вот как одни капают, вот так вот, да. Я еще так раз, ничего нету, думаю, да кто же там у меня там накапал. Вот, и потом я поощущила, вот, Наташа свидетельствовала после прощения легкости, а у меня вот я лежала на полу, и я не чувствовала веса своего тела вообще. И в какой-то момент я поймала себя даже на мысли, что я даже не дышу, то есть как бы вот был такой вот момент, да, видно, соединение с духовным миром, поэтому очень сильно Бог здесь присутствовал, он, да, через глаза служителей, вообще в атмосфере. Я, вот Андрей проповедует атмосферу, атмосферу, я вообще не понимала, о чем он говорит вообще, это вообще о чем, это где надо щупать. И здесь я приехала, и я почувствовала на самом деле вот эту разницу в атмосфере, что на самом деле это такое, это действительно реально, и действительно мы имеем через соединение с Богом влияние, открывать небеса, открывать вот эти порталы, и чтобы он как сворачивался, как вы свидетельствовали, да, в разные стороны все больше и больше. Слава Богу, я благодарю Бога за каждого из вас, ну не только кто здесь просто рвал себя в мясо, как Ольга сказал, ради нас, но и тех, кто нас кормил, тех, кто о нас заботился, слава Господу за вас, просто двигайтесь, мы хотим перенять этот дух от вас, чтобы идти дальше, да, от Господа через вас, мы будем просто двигаться. Я думаю, что еще не одно свидетельство мы вам пришлем по почте. Давайте, присылайте, пожалуйста. Валентина, город Феоденсия. На самом деле, я не знаю, что сказать, просто я, ну, такое здесь пережила. Я просто, когда вошла, звучало просто одно, что это настоящее, оно так звучало сильно, что мне просто хотелось кричать это, но я сдерживала, что это настоящее, настоящее, настоящее. Потому что мой путь, в принципе, ну, тяжелый путь, я, ну, как бы, очень много сложностей было, много переживаний, которые я, мне тяжело говорить. Я всегда искала Бога, сначала началась с православной, потом, так случилось, на работу устроился парень, который мне сказал, ну, о Иисусе Христе. Ну, где-то три года с половиной мы, ну, просто ходили к нему, молились. Потом я узнала, ну, этот брат, он упал, ну, там были неправильные вещи, ну, это неважно. Потом Бог меня привел в церковь, это такое, ну, харизматическое направление. Я просто настолько жаждала Бога, я просто стремилась служить Ему. Там прошла лидерская, ну, вернее, школа, школа библейская, я также была в этой школе, и потом я служила. Но все равно, даже когда молитвенное служение я вела, я, Бог уже тогда, Он кричал через меня, мне говорили, что ты так кричишь на молитве? А я не могла. И причем я, если начинала вести, я понимала, что там принято так, что нужно передавать, как бы, но я не могла. А у меня просто шло, шло, шло. И я просто Бог так вел молиться за Феодосию все время, за Приморский, за людей. И как-то Он меня по-особенному вел. И я, ну, мне даже как-то пришли и сказали, что, ну, что ты кричишь вообще? А, что она кричит так? А я не знала, что я кричала. Я не могла просто так молиться, так тихо. Мне просто что-то вот рубалось, вот крик какой-то. Я просто кричала, бывало, так кричала, что у меня приходило домой, у меня голос просто. И когда я ехала сюда, я Богу говорю, Бог, ну, скажи мне, эти письма, ну, были от Тебя или не от Тебя? Вот Ты мне скажи, пожалуйста. И Наталья здесь, она подошла, и я просто говорю, Бог, я устала, меня все время обманывают, обманывают. Мне даже может быть, у тебя как будто написано, вот тебя, кому не лень, все тебя обманывают. И я просто Богу говорю, Бог, ну, я хочу так получить эту свободу, чтобы не было этого обмана в моей жизни. И произошло что? Я когда приехала сюда, то Наталья подошла ко мне и говорит, больше не будет в твоей жизни обмана. И для меня это был такой, ну, я поняла, что ты меня Бог ответил. Аминь. В такой момент я хотела сказать, спасибо Господу за всех вас, вы действительно оставили все, и идете смело за Богом. Спасибо вам, что вы трудитесь, и действительно от вас, знаете, такое вот, ну, любовь настоящая, вот оно все настоящее. Вот именно когда я сошла, и вот это настоящее звучало, оно все время меня сопровождает, оно настоящее, нет обману, потому что я этого обмана все время боялась. Мне действительно, как муж говорит тебе, кому не лезть, я обману, но это уже не будет. Аминь. Вам же нету, оно разрушено. Спасибо, дорогие, и вас я люблю. Хочу еще добавить, до этого я видела сон, что я у мамы у своей, и, ну, как бы земля, и я приехала, и я смотрю, что посажены такие, знаете, рассада, растения. И оно вот такое, ну, красивое, ну, небольшое вот растение, и я смотрю, что я понимаю, что это рассада. И я говорю маме своей, говорю, мама, говорю, а моей мамы нет уже, она мертвая. И говорю, мама, какая рассада, я ей говорю, ну, я хочу, ну, ухаживать за ней. И я беру цапку, и я в землю, но она каменная. И я начинаю, и я понимаю, что это как цемент, что это не пробить. Но я, но мама на меня смотрит, и я ей говорю, знаешь, мама, и я обработаю все, и там очень много земли, и я говорю, мам, я все это обработаю. То есть я принимаю решение, что я буду, и я понимаю, что это тяжело, но я, и когда я вот это ей говорю, и когда я начала, я смотрю, что она начала, ну, раскалываться по кусочку, по кусочку. Но чем больше я размахивалась, оно больше и больше, и я поняла, что, ну, пойдет дело. И вот это вот, оно было перед рекаутором, вот недавно этот сон, и я поняла, что это мое сердце. Это мое сердце. Да, там, там уже начало расти, посажено, но оно настолько, мое сердце ожесточилось так. И действительно, я ощущала вот здесь вот, я к Богу кричала, кричала, но я понимала, что оно вот здесь вот как камень, оно не, но нету потока, нету ничего, и я просто кричала. И когда здесь я, когда молились за освобождение, я лежала, и сегодня, когда молились, я лежу, и особенно сегодня такой был прорыв, и у меня начался крик, и я понимала, что через этот крик у меня выходит эта пробка, и оно, вот этот вот крик, оно высвобождало, и этот канал, он увеличился, увеличился. И я вот через вот этот крик я получила свободу. Потом также я почувствовала капли. Я думала, может, кто-то с водой или что, я еще посмотрела, никого нету. Я не поняла, я не считала эти капли, но я почувствовала капли. Я на такой, знаете, ну как вода, но потом я думаю, подожди, сегодня уж меня или не мазали, а ощущение или я, понимаете, лоб. Вот ощущение, я принюхиваюсь, пахнет, как вчерашний или я. Думаю, я же умывалась. А что, сегодня не мазали или нет? Мазали или нет? Я не помню, чтоб меня мазали. А, может быть. Вот, ну, честно, я на это как-то не обратила внимания. Ну, не капали. Не капали, да. Но капли, явно я почувствовала капли, понимаете. И еще что-то я хотела сказать. Да, и вот это вот, когда кто-то положил руку, я не помню кто, я, ну, я не видела. Я просто... Иисус. Да, Иисус. Просто вошла, знаете, вот именно и огонь. Вот просто какой-то огонь, ну, огонь просто вошел, такой мощный, сильный огонь. И настолько оно вот и с криком, и, ну, состояние не передает. И действительно вот чувствуешь себя, ну, вроде бы как, как будто как и устал, но нет. Это не ус... это... Как объяснить? Ну, как будто вот твой сосуд грязный, вот помыли вот именно вот так вот щеткой, знаете, вот, ну, шкрепли вот так просто. Это вот как больно, да? Да, вот так вот, но и потом как будто вот этот вот лень, он... и вот наполнение, вернее, и оно все вот это... и сейчас такое состояние, ну, просто классно. Нет, слава богу, слава богу. Вот это я хотела дополнить. Я Ирина, меня... я из Донецка, Украина. Единственной такой, наверное, самой важной целью приехать на Инкантер, это было действительно желание, огромное желание встретиться лицом к лицу, к лицу с Богом. И я переживаю эту встречу. Ну, я хочу сказать, что начиная даже, как только мы встали на эту землю, просто любовь Божья так сильно переживалась, окутала нас, вот, люди, которые нас принимали, столько заботы проявили. Когда мы вошли в это здание, атмосфера была просто... атмосфера... атмосфера царства. Да, ближе к ней, наверное, садиться и... Ближе микрофон. Да, да, можем встать. Сейчас. Все. Атмосфера царства. Да, атмосфера в этом здании, просто атмосфера царства для Божьего. Вот, мы просто три дня упали в славе Божьей, где бы мы ни находились. То ли мы там обедали, то ли мы там просто ходили по коридорам. Здесь везде такое сильное Божье присутствие. Вот, особенно сильно я пережила встречу с Богом там у Креста, когда мы посвящали себя Ему. И я просто стояла там у Христа, и когда я стала говорить слова посвящения, в конце я говорю, Господь, боюсь. И вдруг я вижу перед собой картину, фильмы, которые мы смотрели на кануле «Страсти Христовы», там, где Иисус распятый на кресте. И вижу эту картину, вдруг я Иисус истерзанный, весь избитый, рот на бок, и Он поворачивается ко мне, а я вижу там, за крестом, по ту сторону креста. Я знаю, что я там, я себя не вижу, но я там. Я вижу какое-то плечо своё, я вижу там какое-то, что-то за крестом, но я знаю, что я там на кресте. И Он поворачивает вот так лицо и тихо говорит мне, не бойся, я всегда буду с тобой. Это было просто, я знаю, что это было в моем жизни, и я пережила такую встречу с Богом, что это навсегда останется. Много, много, конечно, просто потрясающих, вот лично и меня потрясающих, мой Бог и душу вещей произошло здесь, когда мы молились и служители разрушали проклятия на наших жизнях, когда мы просто, я получила исцеление, у меня было высокое давление, и я три дня уже не пью таблетки. И что ещё хочу сказать, я хочу сказать просто действительно вот от всего сердца, благодарю Бога за всех вас, те, кто служили нам, за всех. Просто я говорю, у вас такие сердца, я всю славу даю Богу, потому что, ну вот правда, мы настоящие. Спасибо вам за всё. Меня зовут Татьяна, я из Ибана Франковской области, и я, наверное, конечно, сейчас повторюсь, потому что такой же путь и сложный. И точно так же я устала от Ибана, от фальшивок, от всего такого, которое... И, конечно, с большой осторожностью, я вообще критичный человек, мне жизнь научила быть очень осторожной, потому что, ну, куда ни придёшь, всюду какие-то... Ну, вы знаете, вы с этим сталкивались. Всюду не то, не то, не то. Вот. И на этот encounter я тоже ехала с раздвоенным сердцем, я думала, ну, если я ещё тут это увижу, это не то, ну тогда уже что, ну где уже тот Бог, тот действительно настоящий, как уже девочки говорили, но был тот настоящий, который мне в своё время когда-то открылся. Вот. И действительно, я повторюсь ещё раз, действительно здесь я увидела настоящий, слава Богу, настоящую любовь, и настоящего Бога при всех наших, ну, как бы, несовершенствах. Ну, слава Богу, конечно, я смещённо не могу говорить, но вы понимаете. Тоже до самого последнего дня я думала, ну как же, я без свидетельства. Ну, самое главное свидетельство, я увидела, что вот этот разрыв с Богом, что Он действительно... Ну, я увидела также в духе, что Иисус уже как бы вернулся, и я стою и плачу, говорю, Ты действительно вернулся тоже действительно со мной. Ну, я говорю, что я была очень опустошённой и разочарована. И что ещё хочу сказать, такое маленькое свидетельство. Ну, я вчера демонстративно съела ложку мёда при вас. До этого я не могла есть мёд. У меня такие спазмы делались в животе, что я просто по стену ползала. Вот. И я вчера съела мёд без списи. Спасибо. 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 И вам большое, огромное спасибо. Будьте благословенны. Я даже не знаю, как это выразить. Я думаю, что свидетельство ещё нас догонит. Большое спасибо Богу и вам. Меня зовут Ирена Нестерец, я из города Киева. У меня не было никаких сомнений, ехать или не ехать к этой команде. Я спасена была в церкви в 1994 году. Страшно вообще произносить. И участвовала в прославлении. И наслаждалась. Это было всё по-настоящему. И люди, которые прославляли там Бога, они прославляли Его по-настоящему. Но потом началось телевизионное служение. И надо было, ну, как бы, знаете, что-то делать на камеру. Чтобы была красивая картинка. Надо было всем вместе поднять руки. Потом надо было показать дирижёру, чтобы мы все вместе улыбались. И надо было... Ну, потом даже скоро ушёл микрофон, потому что уже нужна была только картинка. Голоса уже были не нужны, потому что был бэк-вокал, который поддерживал, ну, прославление, да. И это была просто картинка. Моё сердце, ну, как бы, знаете, стало болеть от такого прославления. Я поняла, что мне надо оставить то, что, ну, я любила. И, как бы, ну, у меня был тяжёлый путь. Я давно уже вышла из этой церкви, с 2008 года. Я слушаю Андрея. И спасибо Богу за то, что он поднял смелость в этом человеке. И через этого человека смелость искать Бога по-настоящему распространяется по земле. И вот, вы знаете, мне сложно было не отказаться от мысли, когда я ехала сюда, опять просить его встречи такой же. Потому что это незабываемое, и оно навсегда, знаете. И я понимала, Господь не повторяется. Никогда не будет такой же встречи. Он приготовит что-то другое. И я ждала, я ждала, какая это будет встреча. И я её получила. Я хочу вам рассказать, какая это была встреча. Это было неожиданно. Я пошла молиться к Оле. И Оля посмотрела на меня глазами, которые любили. В них была такая любовь, что я увидела Иисуса в Оле. А потом, когда Виталик молился о разрушении проклятия на моей жизни, я смотрела Ему в глаза. И я увидела в них правду. И всё существо внутри меня откликнулось одним словом. Двумя. Я верю. Я верю Ему. Я верю, что в Нём Иисус. Я верю, что у Него власть. Я верю, что всё совершается так, как Господь запланировал. На этой земле будет благословена только тогда, когда люди будут изменены Иисусом Христом. По-настоящему. И здесь люди, которые сражаются за жизни других людей, которые тоже будут изменены в Иисуса Христа. В Его сердце, в Его любовь, в Его славу, в Его жизнь. И спасибо Вам большое. Я не сказала, почему я стремилась попасть на энкаунтер. Я сказала, что я хотела. Но не сказала, почему. Моё сердце перестало любить. Моё сердце стало готовым бить. Бить людей. И я не хотела служить с таким сердцем никому. И я считаю, что с таким сердцем нельзя служить. И нельзя делать из себя искусственно служителя. Нельзя людей загонять куда-то в какие-то служения, потому что мы все по горло сыты неправдой. Неправдой, которой мы стали. Из-за того, что мы взяли это ложное служение на себя. И я понимала, что Бог есть любовь. И когда сердце им не любит, то где же тут уже только к Иисусу с этим ехать? Ну, потому я сюда ехала. И вы знаете, то, что я говорила о встрече, которая здесь была через вас, у меня с Иисусом. У меня не хватает немножко слов. Ну, простите. Но хочу сказать, что я теперь знаю, что мне не надо следующей встречи с ним ждать, заказной. Он уже никуда не денется. Он уже через меня будет жить дальше, любить дальше. Он будет со мной и вместе с вами любить людей. И что еще можно пожелать нашему больному, измученному церквями и служению поколениям? Вставайте. Вставайте. Верьте. Двигайтесь дальше. Не бойтесь. Страшно? Я знаю, что страшно. Но идите вперед. Верьте, Иисус по-настоящему есть. Он по-настоящему жив. Он по-настоящему воскрес. По-настоящему любит. По-настоящему хочет жить в своих детях. Поэтому приезжайте на него. Встретьтесь с ним. А потом дальше будем вместе любить людей дальше. Аминь. Меня зовут Валентина. Я из города Полтавы. Я отмечена в 2000-е годы. Когда я приехала сюда на второй день, у меня звучали строки. Как говорил Давид, кто я и что мой дом, что ты так возвеличиваешь меня. Есть традиционное служение мыть ноги, тазики. У меня ничего, никакого осуждения. Это служение любви. Чтобы так служить, чтобы так любить. Как-то я, ну правда. Я не чувствовала себя какой-то там униженной или прахом. Просто у меня потрясло это. Честно, у меня потрясло. Такая, ну такая любовь. За что? Чего? Ты чем это заслужила? Это же не было просто отработаем определенные часы. Это правда была любовь. Когда я не написала в анкете, почему я иду на энкаутер. Я не написала, потому что у меня было одно «Я хочу Бога». И когда Наташа позвонила, я тогда «Ага, ну я не нет». Что я хочу сказать. Ну вот честно, он говорит, ну не было у меня таких огромных ожиданий. Вот честно, я просто хотела Бога. Как-то может правда какое-то мутреннее разочарование. Почему? Потому что еще год назад я была там в одной церкви. И была война какая? Не отношение с Иисусом, а выяснение. Пастор, это ну такой бред. Это же проклятие, не проклятие. Ну это просто невыносимо. Ты во-первых, Богу, чего нету ни роста, ничего нету, продвижения. А какое продвижение? Ты варился, варился, варился. И когда уже проварилась в этом, когда уже поняла, что Иисус, и написала же анкету, попалась, что я хочу сказать. Я первая даю благодарность, это служение любви. Ну то чего мы говорим. И когда мне говорили, а там деньги, это так смешно. Как говорила сестра, то вы с полжизни выпали. Если что, эти финансы, которые потрачены вам же на убийство, на вашу коллодину, это ну насколько это мелко и мелочно, что просто, я думаю, какие 700, думаю, ты разве это? Тут надо, ну честно сумму, а правда думаю, ты разве это можно оплатить? Все. Особенно, когда, значит, перехожу, может я перескакиваю, когда было, пока не забыла, когда было освобождение за сексуальные деньги, я сидела тут, и у меня была такая мысль, беги отсюда. И такая мысль, как я их ненавижу. Я так смотрела, я понимаю, нет, я их люблю, а внутренняя мысль, беги. Я-то понимала, что я не убегу, но просто такие, знаете, я чувствую, как меня смотрят на вот этих людей, тут же ж я думала, служение любви. И такая ненависть этот, я такой сказал, Господи, их люблю, люблю. И это правда, я благодарю Бога за освобождение, потому что, скажите, как мы можем наполниться, если оно занято? Если оно занято, занято суетой, занято всякими там чужеродными телами, которые враги нам, да? Как мы можем двигаться, мы хотим, мы прославляем, мы учим кого-то, за кого-то разлагаем руки, да? Даже не знающи того, куда ты сама ложишь руки, что у тебя внутри. И когда было за сердце, я говорила, я не могу. Я написала, значит, почему я здесь, у меня такая мысль, что Бог, дай мне твою любовь к тебе, чтобы я могла любого эту расточать другим, потому что у меня жесткое сердце. Я говорила, сестра, и сестра, у меня жесткое сердце. Я не способна обнять, я не могу, ну, ну, бывает там, ну, оно, ну. А обнять не могу, я не могу переступить через себя. Я вроде не грубый человек. И жестко, говорит, да какое у тебя жесткое сердце. У тебя полотеное. И все равно, и вдруг Бог через нее проговорил мне, вот все, что я написала, что я хотела, что дай мне твою любовь. И вдруг она, сестра, говорит, я думаю, вот ты. Она говорит, была встреча с Богом? Да вот, через сестру и говорит же, что это, и ты этой любовью будешь наполнена, и она через любовь тебе будет проистекать, стою, вот. И я могу сказать, не было встречи с Богом, да? Она была и на физическом уровне, и на духовном подтверждении. Ну, вторая, сестра, ну, ты вообще, говорю, ты тут только подумал, да ну, и только хоп тебе проговаривают. Ты как-то потом идет самоуничижение. Вот ты такая, вот и всякая, тут только хоп тебе разрезают, разрезают. Это я благодарю за служителей от Бога. Это правда. И у меня было видение, если я могу рассказать, да? И этот, и вот сегодня, я физически даже, как стояла, это к щекой, ну, Иисус, я к щекой. Вот так. И так, вот такая нежность, я щекой у него говорю, вот это ж лицо в лицо. И потом, когда было заведение этот, значит, такое внутреннее видение. Вот у меня было такое внутреннее видение, и я как орел. Аллилуйя. Я орел. Я такой орел. И сначала орел, он пробивается. Вот пробиваются такие тучи, тучи, там свет пробивается, пробивается. Так, потом вторая картинка. Уже я так наверху, я вижу земной шар. Он такой маленький, он так крутится. Крутится, крутится. Потом еще время он приближается, приближается. И он уже возле меня, я села на него. На это. На этот, на земной шар. Я уже села. Он у меня. Я так круче, чем расставляю, он этот шар. Больше, больше, больше. И сколько я меня расставляла, он все больше и больше. И тут я смотрю, самолет. Потом смотрю, это, это, ракета. Это я там лечу. Ну, правда. И потом это, вижу, значит, с высоты, так я вижу людей, как ромашки. Много, так много, много. И посмотри, я огромнейший крест. И куда я не еду, так и это. Я говорю, Господь, как интересно. И что я хочу сказать? Вот какое-то ощущение, вот какой-то, ну, правда, такой власти в любви, вот внутренней. Даже передать не могу. Еще-еще хочу сказать. Я не думала об исцелении, честно. Не было у меня мыслей. Не исцеления. Вот этого не было. И вот это, когда вчера была молитва за исцеление. Да, я этот, ну, так особо, честно. И что вы думаете? Я иногда не против, допустим, полежать, я чувствую. Но у меня ущемления не было тут было, понял? Я не могу даже стоять, короче. Че там этот, или вот так этот. И все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Я только, хоп, там, где этот тыль был? Вон отсюда. Во имя Иисуса. И все. Я не была, чтобы я вот так молодая, вот это после дерева простоять. И я стояла в этот. И это, это, это феноменально. Не думая, чем про исцеление, получила исцеление. Получила служение любви, получила эту любовь, потому что я хотела отбавить, но я ничего не могла сделать. Я, правда, говорила Иисусу, Иисусу, я понимаю, что оно жесткое. Я не хочу смотреть жесткость все на людей, но я не могу притворяться, я не могу любить, если она, как это, будьте в вас. Здравствуйте. Мы вас рады. Мы вас видим. Я не могла. Я не хотела. Может, мне противно было. И вместе с теми я не могла быть. Бывает, что там Бог наполняет, но притворяться не то, что не хотела, я просто не могла. Поэтому, это правда, встреча с Богом. Правда, когда приобрет Господь, я хочу столкновения с тобой. Еще хочу что-то добавить. Оно вроде мелочи. Вы понимаете, я с теми, правда, женщины, которые не могу украшивать там столы, там накрывать. Ну, дочка. Ну, я как-то этому не пройдусь. С этой миски, с этой тарелки. И я была на банкетах везде. Ну, слушайте, как у той сестра сказалась, такой любой, такой красоты на столе. Я так сяду и смотрю. Что ж за красота? Красота такая. Да я была на таких банкетах, извините, такая красота, точно, как сестра говорит. Что у нас с любовью сделано? Ну, что я украшения этих не видела. Или там было, ну, такое мне. Я думаю, боже мой, у меня стол стоит на балконе. Поставлю, скатерть, думаю, я буду купить. Для меня скатерть, для меня скатерть, это вообще нонсенс, вы поняли? Это нонсенс. Да ну, вы что? И просто сели, покушали, Глиняную, очень не глиняную, все равно. Мне, меня это... И думаю, скатерть, вытянуть, этот уже стоит, вот этот стол, и думаю, вот так, какие помидорчики. И думаю, господи, вот этот помидорчик, желтый, надо пить, слева, по-моему, но это только похуй, вот такой красоты. Да я на таких банкетах, на таких праздниках, была правда, там такая красота, и рыбы. Но это красота. И то смотрю, думаю, что же со мной так? Это взгляд любить. Точно, сестра говорит, оно как с любовью сделано, вот эта атмосфера. Ну, я просто говорю, это правда, встреча с Богом. Во всех проявлениях, вот во всех, это правда, это заблуждение, видимо, так видимо, мне, слушайте, откройте глаза духа, и вы увидите, видимо. И этот инкаут, открывает глаза духа, как сестра говорит, жалко вам денег, жалко времени, это пол, и пол жизни, всю жизнь протратили, на суету, на думание, на ответы, в общем и так далее. Я вам говорю, что я даже честно, ну, не было вот таких планов, таких радиозных, сейчас встреч, начнется новая жизнь, не было. Но это правда супер. Я благодарю Бога, и за, как сестра говорит, настоящее, вот это настоящее служение любви, освобождение. А, еще забыла, что когда, извините, еще забыла, когда началось, из чего, что я почувствовала, что как орел, помните, когда там писалось, что как новые крылья? Крылья орла. Ага, и вот такое у меня новое крылья, вот это с этого началось. Спасибо большое. Все. Меня зовут Ольга, я из Донецка. Мгода 4 назад мы вышли с харизматической церкви, сейчас являюсь, пока виртуальной церкви, трансформационный центр. Знаете, очень, 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 очень много всего. Я верю, что еще буду догонять очень много всего. Но то, что хочу сказать, ну, как бы самое главное, постараюсь не очень долго. Но перед тем, как ехать на эту встречу, у меня с Иисусом была встреча, и я просто сказала, Господь, я хочу к тебе туда. И Он сказал мне, я покажу тебе такую любовь, которую ты никогда не виделась. Я говорю, Боже, как это? И я ждала этого. И знаете, как только мы приехали сюда, когда мы зашли в этот дом, ну, здесь реально опустилось небо. Вышли не люди к нам, а вышел Иисус к нам. И на протяжении всего этого времени на нас смотрели не люди и не служили люди, а на нас смотрели глазами Иисуса с такой любовью, которую, ну, обстать вообще никогда невозможно. И на первый день, когда мы поклонялись, у меня была, купалась, я реально купалась в Его любви все эти три дня. и самое сильное было, это то, что говорил мне Иисус, когда подошел ко мне Олег, Он обнял меня, и я знала, и я увидела, что это Иисус. Он танцевал со мной и пел мне песню. Он пел мне песню, и Он признавался мне в любви и обнимал меня, и говорил, как Он любит меня. И говорил о том, что, знаете, бывают моменты в жизни, когда проходишь что-то очень такое сильное, тяжелое, тяжелое бывают моменты в жизни. И Иисус мне говорил, я и тогда был с тобой. Я никогда не отпущу тебя и не отпускала тебя. Знаете, даже если когда-то мы, ну, проходим какие-то ситуации и не переживаем, не переживаем, да, его, не ощущаем его, я хочу всем сказать, что если ты сын и дочь Бога, Он всегда с тобой. Всегда. И еще очень сильно то, что я пережила, ну, я реально знаю, что я получила отречения Агнио. Для меня это очень сильно, очень важно и очень-очень сильное-сильное наполнение. И когда молили служителя, когда проходили мы, да, все это по анкете, когда смотрели в глаза мне и видела его глаза, это было реально, это был Иисус. Иисус, люди, когда идите на онкаутер, не смотрите ни на кого, ни на людей, ни на служителей, просто с вами будет здесь Иисус. Он означает встречу. Он означает встречу. И я вам очень сильно благодарна за все. Я верю, еще очень-очень много внутри Бог изменил. Просто сейчас, ну, в мыслях невозможно это все собрать, это все просто внутри. И верю, что еще бы Иисус мне подарил, знаете, такая неподдельная она внутренняя радость. Он дал мне ее. Он сказал, я даю тебе свою радость, свою радость. Я даю тебе свой огонь вовнутрь. И он никогда не сгорел. Никогда. Ну, Иисус и крестил меня одно. Ну, это пока тоже все, что пока могла понять. Спасибо, любимый. Я благодарю Господа за всех вас. Аминь. Вы реально, вы настоящие. Ну, вы просто вас Иисус. Это не Виталик, не Олег, это Иисус. Спасибо вам, любимый. Я очень вас люблю. Спасибо. Спасибо вам. Еще хотела сказать о этих все три дня. Бог показал мне атмосферу совершенной любви и огня. Здесь была только любовь и его огонь. И даже вот последняя пробовать, когда Виталий говорил о видении, когда он тут все вообще не знал, что здесь было. Я даже не помню. Просто когда я встала, вот здесь села, я вот так подняла глаза и Бог мне в духе показал, когда Виталий говорил, через него огонь. Восвобождался огонь. Очень сильный. Я тоже. И сейчас настолько прям сильно очень. И просто я даже не знаю, когда ко мне подходил, я не могла просто. Ну, не помнишь, не помнишь, не помнишь, что было, он махал руками, но в огне. Все было в огне. Особенно вот этот сегодняшний день это особенный такой. Кричение вот сильно очень было. Спасибо, папочка. Меня зовут Диана, и я сама в Смельницькой області. В Черкасах навчаюся. Ну, в Черкасах меня просто Бог зовет. И ну, в Черкасах как бы началось таке, я почала чувствовать, ну, что такое жить с Богом. Того, что ранее, ну, я была, как бы, в оточенні людей, но всегда есть поддержка, и ты особо так Бога не шукаешь, потому что есть те, кто может тебя поддерживать. Но что Encounter сделал для меня? Я очень была обманута Диаволом, потому что я не имею влади на этой земле, и не имею сил. И он постоянно и в весне, и в меня, короче, все страхи, которые там есть, они все у меня были, меня был взильным и я это почула, его силы пришла в меня, и я знаю, что у меня есть влада, и я все смогу с Иисусом, и у меня не было просто такой уверенности, но когда я смотрела фильм, я просто увидела, что я вообще маю право говорить, что у меня нет влади, когда Иисус так жестко постраждал. И я сказала просто Иисус прости меня, потому что я не недооцинювала Духа Святого, я недооцинювала Его кров, яка просто все сделала для меня, и сейчас просто Его сила в меня, и я знаю, что я буду перемагать, я буду перемагать любовью, но это будет сила и славой Иисуса Христа, и это реально Бог, и был момент то же против Минкантера, когда Дух Святый просто меня взял, и Он начал наповнювать. Я же не знаю до конца что это но я знаю, что Он заклав, заклав, что могло проявиться с часом, и это помазание есть на меня, и Иисус сказал, что чего тебе бояться, если я есть, то вообще тебе ничего не страшно, а если смерть, или жизнь, то все одно, главное, что он зі мною, и это классно, и когда ты чувствуешь это, и очень важная атмосфера тех людей, которые говорят Духом, потому что реально ты можешь, ты, ну, есть какие-то запитания, но ты не можешь с этим подойти и сказать, и тут людина до этой подходи, и она это говорит Духом Божим, и ты скажешь, да, да, Иисус, да, это оно, и реально, ну, просто, ну, все мое поколение, оно для Христа, и я верю, что пройдет прорыв, и я славлю Бога за то, что Он показал, насколько у меня велика есть влада и сила, влада, сила идти, говорите, и чудотворить, ну, вернуться до того, что было закладено в диях, и слава Богу просто за это, потому что, ну, это реально, это реально есть, это есть, и я славлю за это Бога, и я буду идти, я буду идти, и до кинца, и еще я христила с Духом Святым, так. Мои впечатления, ну, так как я трошки не росла с баптистами, то как раз так это нужно, не нужно, ну, есть, есть, нет, нет, но реально, когда Бог отхрестуется как связок, оно как раз у нас разъединится, а для этого просто приятно, и это классно, но, поэтому я всем, всем, всем своим поколениям, всей своей генерацией скажу, все приезжайте, потому что надо что начинать делать для Бога, потому что у нас есть сила, у нас есть влада, и, ну, и сезона вообще не мает над нами влади, потому что Иисус, это, поделитесь, пожалуйста, фильм, «Страсти Христа», каждый день дивитесь, чтобы вы видели, насколько заплачена цена, и вообще, ну, дьявол вообще не мает никакого права, потому что эта сила и влада, она в крови, и кровью мы будем побеждать. Слава Иисусу! «Страсти Христа» «Страсти Христа» «Страсти Христа» «Страсти Христа» Продолжение следует...